Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Знаменитую Катюшу подготовили в качестве первого номера своего небольшого концерта «Пионеры 6-й гимназии». И это не случайно. Песня сопровождала солдат на протяжении всех четырёх лет войны, вселяя надежду на светлое будущее, побуждая быть стойкими, сильными и не сдаваться врагу. Часто её напевал и напевает сам Пётр Фёдорович Колпаков, вспоминая боевых товарищей и то, что пришлось пережить. Песни мы исполнили, Катюшу, это была любимая наша песня. Мы песни советские пели. Проходили на занятия, шли в занятии, шли в штамп бригады. Мы исполняли песни. Это наш звон, это был третий звон, и проходит третий звон. Все знали. Ну, было хорошо, у нас запевало. Ну, мы все советские песни исполняли. В мае 42-го он оказался в десантных войсках. Служба в непростом военном подразделении научила быть сильным и стойким, закалила характер. Спустя каких-то несколько месяцев после призыва на службу Пётр Фёдорович пополнил ряды фронтовиков, принимал участие в боях на Курской дуге, освобождал Сталинград. О большой географии сражений рассказывают многочисленные медали на груди ветерана. Именно так, в форме, как шутит сам Пётр Колпаков, он посещает разного рода городские мероприятия, не теряя своей гражданской и патриотической активности. С удовольствием встречается с учащимися учреждений образования областного центра и принимает их у себя в гостях. Мы навещаем часто. Мы ходим на День пожилого человека. Поздравляю с 23 февраля и 9 мая. Мы сегодня узнали очень много по поводу войны. У нас гимназия немножко отличается от учреждений образования не только московского района, но и в целом города Бреста. У нас уже сложились свои традиции в гимназии, и эти традиции напрямую связаны с гражданско-патриотическим воспитанием наших учащихся. У нас проходит ежегодная конференция «Жуковские чтения», куда мы приглашаем наших ветеранов. Это традиционный смотр строя и песни накануне Дня защитника Отечества. Конечно же, кульминацией встречи Петра Фёдоровича Колпакова с пионерами стало размещение именной таблички на стене подъезда, где проживает ветеран. К слову, всего за пять месяцев текущего года такие же памятные обозначения появятся на более чем полутора тысяч домов и квартир в Брестской области.